Запретили общаться с ней, мама намерена даже отправила на дискотеки с девочками, покупала, юбку выбросила, всю мою одежду, которая была, по щеку, юбки все выбросила, и намерена покупала какие-то колен, выше колен. Тогда же родители были неверующие, но крещённые, а вопросы остались, то есть меня-то оторвали, пробегли, но оторвали, а вопросов было много, их негде было разрешать. И я пошла тогда в библиотеку у нас, и там всё, что в блоке, это была атеистическая литература. Ну я её начиталась, наглоталась, там как раз я сейчас понимаю, что если не знаешь Писания, ты действительно уходишь. А когда уже знаешь, те ошибки, которые я там увидела, я их вижу сейчас, например, вот была Дана Евани, был Кайнали. Нет, давайте последовательно. Вы вначале обратились, когда литература атеистическая. Да, и ушла от Бога. Вот поверим. Дальше, когда пришли. Ушла от Бога. Затем, но всё равно, вот эта... Внутренняя потребность была. Да, потребность была. И когда он уже вышел замуж, родила детей, прямо чувствовала, что... Сколько? Двое. Алёшу сначала не захотела. И захотела... Ну, не захотела, а вот... Была возможность полностью посвятить себя Богу. Я начала очень много читать. Евангелие читала часто. И... Хотела привезти детей. Но это всё незаметно. Ставалась от друга, чтобы он видел по ночам. И как-то в один день... У меня был... Он был против, да? Так, Андрей. Постеньте поближе. Он член церковно-приходского совета. Да? Имеет право голоса. Сюда. Да может же даже там сидеть, руку поднять. Мне ещё что сказать, поднимая руку, тебе слово представьте. Его не было в деревьях или уезжателях. Был такой момент, когда мы пришли иксы крови. Не начался видеть. Ну, картинки начали. Тысячу картинок в секунду. Все к себе криков. Ну, пока успокойтесь. Я скажу, может, слышать это неправильно. Более того, муж не хотел даже Вас отпускать. И где-то услышал мой разговор о нём. И к ней расположился после этого. Так было? Он услышал наш разговор. И она-то спрашивает, вот такое, как мне быть? Я говорю, слушайте. И он услышал. Ему это расположило. Там одна фраза-то и была нужна. И она с двое ребятишками прилетела. Татарстан. В общем, это было очень тяжело. Я думаю, что я тоже с ума. Ну, как пелена сошла с класса. И где-то с 13 лет вот эти все грехи прокучились. И вдруг начало сияться, по всколу возить. Сиатры говорили, что всё нормально. А на церковь не хватает. Но дайте ей спать. То есть начали пеносипам колоть. Пеносипам не помогал. Что, была рисунница? А, рисунница была? Да. Началась пеносипница. Вот. Немного уснуть. Я чувствовала себя очень мерзкой. Боялась иконы. Боялась Библию. Потому что я понимала, что всё, что там говорится, грешник – это по мне. Лишь, что мне. Пусть вам успокоиться. Главное – верить. Теперь. Проголосовать я в конце скажу, какой недостаток я увидел за эти дни. Я говорю в то, что от чего свалиться надо. В первую очередь. Освобождение – это, может, тут я в горячах торопился, не знаю. Но показалось сильно привязанным к детям. Я сказал, рви эту куполину пока не ползу. Она цепляется, а не за нее с двух сторон. Я сразу говорю, девочка, в другую сторону, с этой рядом. И всё уже добрее, весёлые бегают, качаются и стоят вместе. Видно, что много времени проводят, приводят с ними. И вот в такой обстановке она быстро меняется. Несколько дней они для тебя могут лужить, если не надо здесь. Так что с ребятишками. По-другому надо относиться к ним. Как только начнет им Слово Божие преподавать, она сама, ну сама я понимаю, кто ещё, то сразу всё на место встанет. Надо смотреть, что будет с ними дальше. Какие они сейчас – маленькие, аккуратные, хорошие. А потом безбожники вот тут. И потом будешь старое на печи лежать, и никто воды не подаст. Они там будут своими делами заниматься. Почему? Ну мама нас так воспитала, мы о себе думали. И всё. Сейчас в Библии вы боитесь по-прежнему? Нет, нет. Читаете? Да, но вот как раз, когда прокручиваются эти грехи, у меня ни голоса, ни чего, вот как Атанасия была. Что я не знаю Слово Божий, я не знаю Писание. Прямо как в голове. Потом я надолго, я родился в монастырь, увезли. Я три дня плакала, там в комнате была, чтение не спали. Вот я выманивала, как из Евангелия все притчи вспоминала, и во всех образах, которые там были, я все эти образы на себе примиряла и просила Бога прощения. Потом облегчение почувствовала, начала спать, начала кушать. Я очень сильно это дали. Весик потерял. И, ну, восстановилась, и начала полностью. Но я понимала вот эту фразу, что я не знаю Священное Писание. Я не понимала, где, как, потому что приходишь бабушку, учащаешь одну, а не говоришь другую. Я так понимала, я говорю, ну вот же его осталось. Я все время на поколение обращалась. Бедные капли. Обращалась на поколение. А батюшка? Да, разве? Ну, наверное. То есть я понимала, то есть... А каких-то аргументов, контраргументов не было. Сразу у меня, я понимаю, что здесь ложь, а где искать правду я не знаю. Я вот начала в интернате. А как по годам это все не скажете? По годам. Представьте. Нет, ну это, по годам, когда вы начали искать, вот, чтобы вы ориентировались по времени. А, это было 4-3 раза. Ага, ну это нормально. Искать начала сначала сосаться. Почему? Вот. И где-то выпал ролик «Почему?» 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 И начала смотреть один, второй, третий. Сначала где-то год сидела просто на валюках. Ну, не знала, как обратиться. Я вообще думала, что не ответят. Для меня уже он был как, не знаю, великий человек. Да, великий человек, вложительный. Но состояние было настолько тяжелое, что я уже тогда вкладки начала и опять надела юбку. А супруг начал уже на сторону посмотреть. И вот это, я прихожу батюшке, и что делать? Ну, как, что, что? Красьте, одевай брюки, они же женского покроют. Ну, как так? А совесть меня прямо облегчает. Я говорю, ты будешь виновата. Он начал мне это не берут, что я буду брать в том, что если мы разведемся, он пойдет тут. И это я буду на страже в суде отвечать. И я вот начала опять вроде как краситься, одела брюки. И мне так плохо было. Ну, то есть, совесть-то облегчала. И не могло мне тяжело. Я уже там не знала, что делать. Как сейчас укрепление началось? Внутри знаю одно, а снаружи... А поведение мужа не изменилось? Поведение нет, не изменилось. И вот я тогда написала... Вот я посмотрела даже... 20 января... Игнатия Викторовича... И он мне это не знал. Для меня был такой вот... Причем он отвечал, что как по Гиблии, и расстановку, что я научил так, чтобы закон Божий исполнять, послушание только... Вот он со ссылкой везде и стих привел, и мне это все утвердило. И все. Ну, это как развеяло. И все. Я так соединялась, в группу вступила, в скайп. Вот. И... Сначала, в общем, так, ревность прям на каждое, там, молитвенное, и на обучение. Вот. И, в принципе, это когда... Отдалек у нас... Все так, ну, благоприятно сложилось. Была отдалека, чтобы спокойно можно было. Как раз, вот, и великий пост, и в церкви нельзя было выходить с коронавирусом. И все эти обучения я как раз могла это спокойно. Слава Христу Боя. Крати. Вопросы? Как вы понимаете евангельские слова, непрестанно радуйтесь? Непрестанно радуйтесь? Или этого нет в вашей жизни? Не вошло пока в вашу жизнь? Как христиан? В чем вы готовы? Ну, у меня вот практически постоянно вот это... Я хочу сердцу покаяния. И единственное, что за каждые какие-то проволоки, болезни я стараюсь благодарить, то есть Господа Бога. И вот в этом, наверное, есть непрестанная радость, что что-то не случилось, за все нужно благодарить. Ну, у вас есть ощущение, что Христос вас любит? У меня даже вот сейчас ощущение, что я все равно не на сне. Я все равно еще не готова. Плохо. Плохо. Вот это постоянно такое... Я не верю, но все равно. Умнетение. Чувство, что нет вот этого... той планки, которую я должна... ...не достигла извинения. Потому что я сам... А возможно, захотите эту планку? Ну, если Христос сказал, будьте святы, как я святы, значит, возможно. Я вас в письме упрекал за что-то? Да. Советы помогли? Да. Ну, я поняла, как раз было искушение. Опять же, тут... Так, больше я не буду переводить. Погласовать, отпусти. Вам с мужем жить, знаете, до конца дней, да? Ну, все тогда. Много искушения было бы сюда для приезда. Прям много... Если он от вас уйдет, то вы одна остаетесь, вы понимаете? Она прошла. Она зато что-то хорошо сидит. Одна ли не останется, она со Христом. Так, ну... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В пятом моменте я счет его по шесть будет уже. Да. Так, следующий у нас... Вихотерина, можно. А у нас еще один брат остался. Сап, Сап. Не ничего, ничего. Мы в пятерину уже не бросили. Вот так, заходи. Заходи. Ну, только на стену не пишет, может. Повторясь, по-моему, славею. Я... Можно, Настя, Катерина? Ответ по вопросу, потому что... ...призложение приехать поступило неожиданно. Но я их читала за вопросами. Краснодары. Представьте, пересадки у нас были. Позволили. У нас приезжала одна мионфауза. Ливан. Ливан. Тут Крещенево. Сколько мы ее закрывали? Тридцать семь. Откуда? А уж из-за нас. Беломышний, Украина, Шадахстан. Ну, вопросы задавайте. У меня какие-то вопросы задавайте. Давайте послушаем Галину. Поручителем я стала уже так давно, лет 15 назад. Поскольку путь Кати к Богу, он, как вам сказать, он нескорый. Мы, Господь, по промыску Божию, Господь нас поселил вместе. И жить вместе, это значит узнать о себе многое. Это не то, что мы пришли, поумывались, помолились и ушли. И мы все друг друга любили. А когда живешь вместе, проявляется многое. Мы с Катей много беседовали, она прислушивалась. У нее не было отвержения какого-то. Не было, ну, снова ты мне там о Боге говоришь. Мы разговаривали и о внешнем, и о внутреннем. И как у нас в общине происходит. И однажды я ее пригласила. Я спросила у Гнатихановича, как у староста общины, могу ли я пригласить супругу своего брата с ребенком в храм. Он разрешил, да, конечно, приходите. Мы пришли. Кате все было по сердцу. Понимаете, бывает такое, у вас такая строгость, или еще что-то. Мне это не устраивает. У вас там и юбки нужны, и платки. И слово худого не скажи. Ей все было по сердцу. Это было не лицемерно. Ну, так получилось, что семья увидела противостояние. Резкое, грубое, безбожное противостояние. И этому противостоять очень тяжело. Когда это еще говорит тебе самый близкий, с которым ты пережил многое. И Катя в тот момент сказать с малодушничьего. Не знаю, имели ли я право так сказать. Я такого сама не пережила. Но, тем не менее, она не стала ходить к нам. Потому что, чтобы не потерять мужа, чтобы не разрушить семью. Все вот по этим причинам. Господь нам судья. Правильно ли поступает человек в этот момент или нет. Но прошли годы. И вот это семя, которое, ну, сказать, сеющее ничто. Да, я не буду на себя. И поливающее ничто. Все Бог возвращающий. И Господь это семя однажды возрастил. Возрастил в великую веру. Я говорю без преувеличений. Потому что то, что было противостоянием, оно пошло даже навстречу. Да, сейчас это не такая вера у второй половинки, не такая, как у Кати. Но, тем не менее, как сказать вам, он, ее половинка, он физически, физически с ней, а духовно далеко. И мы продолжаем молиться. Мы с детьми молились все эти годы, чтобы Господь обратил. По именам мы перечисляли их вместе с детьми. И я верю, что Господь силен обратил. Но пока что так. Пока что он не препятствует. Он ходит в храм. Не препятствует ни в молитве, ни в постах. Где-то бывают сложности свои. Но, тем не менее. И вера Кати, она такая, что вот сейчас без компромиссов. Даже если где-то и супруг против, то где-то с ластой, где-то с уговорами она беседует. Она теперь там сеет. И сказать вот, что где-то она, может быть, и не проповедует. Вот так яро, как братья ходят с Евангелией. Но она, апостол, в своей семье. Она детей учит. Когда она мне стала присылать, что ее дети молятся. Вы знаете, без слез сложно служить. Когда маленькие дети читают, отчий наш. Просто я видела, какое это было противостояние. С ней Господь. Тут уже не я. Не я. Господь с ней уже дальше вел внутри работу. Просто громадную работу. Что человек просто развернулся на 180 градусов и пошел в другую сторону. И повел туда семью. И обычно, понимаете, как вот противостояние. И сожмешься, и все. Она нет. Она проявила стойкость внутри. Стержень вот этот христианский. Который не сломился даже вот под натиском мира. Какое-то окружающее давление. И теперь в ее семье вот такая ситуация. Я считаю, на данный момент достаточно благоприятная. Я лично ходатайствую ее крещению. Человек был мочен. И она истинно желает крещения. Искренняя вера. Я не знаю, что может быть. Если она не верующая, то кто верующий? Если не она заслуживает крещения, то кто? Аминь. Я не знаю. Это благословение Господа. Господа восьмая. Болит, и муж отпустил такую даль, и успеет перейти в Саратнадар. Это раз. Ну, я не знаю. Муж благословил, да? Да, благословил. Ну, что говори. С радостью. Хорошо. Это совершенно противоположность. А потом и сам обратился. С силой Божьей. Да. Вопрос. Сейчас мы время тратим, мне надо. Да, конечно. Спасибо, Христа. Спасибо. Раз, два, три. А кого-то не хватает. Все-все шесть. Али? Все шесть. Здесь. Шесть-то иногда не хватает. Шесть убрать. У нас четверо. Игорь и Андрей. Шесть человек. Шесть человек. А шестой как? Да, он Андрей. Виктор Андреевич. Раз, два, три. Сюда. Сюда еще шесть. Да, понятно. Скорость нам украшает. Так, Ольга. Нет, Савченко имени Николая. Савченко. Нет, он не хочет, а что сейчас мы все? Да, вот, сут. Давай. Да, конечно, он же. Давай. Да. 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 Это про Дмитра Николаевича и сиферинга. Все лучшее рекомендант. Да, Коольга, наверное. Существует. Я могу сказать, что иногда это очень сильно чувствует. Особенно, когда один из самых крупных человеков это было пьянство. Я попал в медитационный центр, и были сложности, но я понял, что в мире, кроме этой деревни, у меня ничего не осталось. Такое какое-то разрушение внутреннее было. Но потом, все равно выйдя, я все равно вернулся к жизни, но я все равно вернулся к другим. Пошел в храм, поблагодарить Бога, и попал в это, ну, я не следил за календарем, а попал именно на троицу туда. В этом году? Нет, в 17-м году. И, ну, коленопреклоненная молитва, и вот я тогда уже понял, что я без церкви жить не смогу. Появилась молитва, постоянная. Ну, и я как-то по выходным в храм, и я так себя назвал, что я вот, я верующий человек уже. То есть мне этого достаточно. Молитвы утренние, вечерние, ходить по воскресеньям. Ну, всегда, как бы, был опыт семьи. У меня и родители пришли в веру через потеряевку, и сестра Вольта, и брат Виктор. Одни было всегда ко мне, ну, пропасть от них была. Ну, когда в одно ухо влетало, в другое вылетало, так это назовем, потому что я на вот этой грани, я очень долго держался между двух городов, как Виктор Николаевич говорил. А здесь вот именно, ну, в 17-м году появилось понимание, что, ну, я уже по-другому не могу жить. Без Бога никак. Ну, опять же, вспоминая проповеди, вот сестры и брата, но они все равно не коснулись, они как-то все равно меня. И я понимал, что это недостаточно. И вот оплот для меня христианства, он здесь, естественно, я смотрел проповеди Игнатия Тихоновича, книжки. Но все равно это было как-то поменял, как это называется сейчас, прельщение. Я прельстился в той церкви, вот таким песнопением, хором. И мне там было хорошо, я чувствовал таким себя окрыленным. И мне казалось, этого достаточно. Ну, в 20-м году случился ковид, закрылись, я перестал ходить в церковь. И, ну, прям вакуум ощутил сильный. Ну, в разговоре с сестрой, она говорит, что есть интернет-общение вот такое. И с мая месяца 20-го года, слава Христу, и он как бы обрел такое общение с священными братьями. Не хотел сюда ехать, сопротивлялся вот до последнего. Я правила знаю, и все, потому что в голове просто было, что ты недостоин, ты не сможешь жить, как они живут. Это было прямо, и это меня отвращало, то есть, и как-то думаешь, ну, и ты жил же вроде как-то без этого, и должен вроде как-то, ты умеешь это делать. И я понимаю, что, ну, это иррациональное такое, наверное, мышление, я понимаю, что вот конец где-то близкого, и у меня, может, ну, не будет второго шанса, чтобы как-то мыслить. Если даже неверующие, которые о Боге там никогда не слышали, они говорят, что последний день не наступили, и у них беспокоение уйти, и вот это место приемло. Страх тоже. Страх. Вы сказали, что вы вот чувствуете себя недостойно, что тут пребываете, а что тут святые, где, вот, из кого из нас вы видите святых, или, посмотрев ролики, вы разве не видите, сколько у нас там бывает такого, что... Весьюня, да. Святых, по-настоящему, что называется? Где там взятость какая? Когда займешь, брат, заходите, принесите жертву общения. Раздуло все. В храме были только что на молитве. Сюда зайти, в трапезу, и остается 10-15 человек из 40. Ну, знаете как, ну... С 17-го года, как бы было понимание, молитва утром, молитва вечером, за полнокресеньем храм, этого достаточно. Когда я присоединился на форум, я понял, что я вообще не христианин, вот это вот какая-то немощь. Я много, очень многого не делаю. Мало того, Господь меня столько вел по жизни, да, я мог упасть, но пропасть, и, ну, ничего не осталось. И, ну, вот... А я это как-то не замечал, то есть как должное воспринимал, да, и... Теперь есть благодарение Богу. Благодарение есть. Мало того, я как-то себя уже как... Ну, если я не сделаю этот шаг вот сейчас, то я как уже отступник, ну, на глазах Бога. А с писанием, как у вас, священное? Вот то, что молитвы были, церковь, а писание... Читал, читал. Я, ну, впервые, вот я, оно стало уложиться, надо, что именно в реабилитационном центре, где супруга передала Евангелие, и там не было специально времени для этого. Ну, раньше просыпался, брал, и это было какому-то... Ну, по сути, это тюрьма такая, как бы, закрытая, и это было единственным источником света у меня. То есть я там 15 минут мог почитать перед началом этого дня, и, ну, вот там прибился, прочитал вот там. А супруга у вас тоже вместе с облицем какой-то? Нет, она Евангелие передала, я Евангелие передала, но она... По просьбе или самостоятельно? Самостоятельно, я уверен, она и тут сделала. Она не противится мне, но она такой-то веры, как Иисуса не отрицает, она на Пасху, на мой храм. Ну, не знаю, это вот мерзкая такая, Господа не отрицаю, и верю там, и... Ну, как все пригодятся. Иисуса, да, во всех, что вот это вот, она такая, она шире, якобы этих учений, которые в Евангелии, в Библии. Вам придется работать и там тоже? Сутруды как-то. Сейчас, самое сложное, с ней интересные отношения, мы разведены, у нас таких супружеских нет взаимоотношений, но мы как в коммунальной квартире живем, но у нас, наоборот, так же как-то стало дружнее, дружнее жизнь налаживается, ну, села как-то. Если я попрошу, она что-то делает, но я не прошу, конечно, она в чем-то делает, в этом смысле. А это привело сюда вот, и еще накануне, а почему вот эти мысли-то... Я Геннадия Фаста посмотрел, он мне очень помог о крещении, его проповеди. И другая там, шесть шагов греха. И когда там первый, что мысли тебе не принадлежат, ну, могут не твои быть. И мне стало понятно, откуда это звенит, что ты недостоин, и ты не станешь таким, как они. И, ну, я понял, что надо ехать, надо ехать. А что сестра Ольга скажет? Что скажу? Ну, за глазами, конечно, трудно что-то сказать, потому что на расстоянии это все. Но он никогда не отрицал, никогда не противился, задавал вопросы постоянно нам. Вот. И дочка еще про роду не сказала, я думаю, что смерть родителей увидел, какие лица наши верующие перед Богом. И отец, отец перед смертью сказал, а что вы печалитесь? Он печалится, печалились как раз, мы с Виктором обратили внимание, что папа, мама первая в своей жизни, папа, я и мы не печалимся, Виктор, все тут были еще в России. А у них совсем другие лица, то есть они еще не верующие. И вот, не знаю, вот это смерть, а папа говорил, а что вы печалитесь по мне? У меня осень, у всех осень придет, когда-то. Вот, вчера мы с ним на эту тему разговаривали. Вот. И вот это вот еще, конечно, все. Живой пример. Живой пример. И родителей хотя бы свадьбу проведут. Покаяние. Я возила священника в последнее время по немощи домой, как они каялись. Я всегда рассказывала братьям, всегда про это рассказывала. Какой пример. Приводила пример. Читаем. Папа все книги читал. Вот это тоже живой пример. И вот как-то вот… Должен он все-таки решить. Я не могу за него, хоть он мне и брат родной, я не могу за него решить. Вот решительное за ним должно быть слово. А с братом Виктором вы беседовали о вашем брате? Обязательно. И как он? Вчера написали ролики. Брат Виктор что? Он… его волнует вот, что вот именно у духовного рождения нет. Меня это тоже волнует. Вот он понимает, что это надо. Так как мы сейчас и слышим, что ему надо? Ну, мы понимаем с Виктором, что это нужно ему духовное рождение. Еще нет этого. И просили в молитвах. Понимаете? Поэтому я и говорю, что слово за ним будет решающее. И за мной. Знаете, сначала он за Страх Божий. А Страх Божий тут присутствует, очевидно. Да. А так, что я сказать… Рождение слышала, много что говорили. Вопрос можно? Конечно. А у Вас опыт проповеди был кому-нибудь? Свидетельствовал? Когда? За этот период? Ну, нет. На такие проповеди я и дрем не выходил. Но меня как-то воспринимают уже как верующего человека. Ко мне могут обратиться с каким-то вопросом. А как вот было вот так? А я, поскольку Писание изучаю, благодаря интернет-сообществу, я могу какие-то комментарии давать. То есть, там, что-то… Как бы это на основании Библии было, да? Что говорится об этом Библии. То есть, ко мне обращается – это как-то так. Я специально не… Ну, да. Я еще… На уровне, наверное, букваря, да, нахожусь, для того, чтобы мне, ну, проповедовать, как этому братья, там, цитируя Писание прямо без ошибок. Да нет, не об этом. А еще… Это в церкви на оглашение языки пробовали, не выходило? Или… Нет, Игорь, не выходило. Священное. Знаю, что это… Великий пост проходили, Великий пост. Посты держал, Великий держал, как никогда. В среду пятницу, там, вот час, да. Идет у нас. Еще раз заканчивается. А вот, если ситуацию прокрутить вперед, допустим, вас допустили до крещения, вы приняли… Как вы скажете сами о себе? Возврат в прошлое возможен? На те самые грабли, на те самые дрожжи? Или вы решились идти до конца? Видите… В том состоянии… В той жизни я уже увидел все. Наелись? Наелся. Полностью. Вот это решительность. У меня нет друзей, потому что… Там ничего не привлекает в прошлом? Ну, все. Друзей не осталось. Потому что перестал сюда с алкоголем. Ну, все отводилось. Все. И меня никто никуда не зовет. А мне от этого хорошо. То есть, я понимаю, что это искушение. И… Я не смотрю телевизор с 2015 года. Потому что для меня там нет ничего. Вот этот мир, он просто… Какой-то… Как раз… А вот людской, он какое-то… Противление, вернее, я имею. Я, наоборот, бегу от людей. То есть… В этом плане… То есть… Мне хочется уединения. Я туризмом увлекаюсь. Люблю уехать. В горах побыть много. И мне от этого просто лучше. И я понимаю, что я… Вот… К Творцу ближе здесь. У меня нет никаких там… Ничего ко мне не приходит. Ну, мыслей каких. Ну, я… Я просто в таком расслабленном, как бы, состоянии. С восторгом на это смотрю. И это… Ну, мне это помогает… Не сказать, как крылья… Да, крылья… Я привел там… В Троицу… Я в Троицу помолился. Да. Коленопреклоненный. Первый раз. И… У меня как будто крылья выросли. Я не доставал до земли. Такое было ощущение. Здесь такого нет. И это, наверное, тоже какая-то… Какая-то прелесть. Ну, вот как я сказал. А… В людской мире я уверен. Я уже вернусь тем, которым я там был. А в пустыне Гоби были? Был. На краю я был. В парке Гоби. И в пустыне Гоби. Ну, нам на краю ее. В монгольской Гоби. Там китайской есть Гоби. Вот без Божьей душа в пустыне Гоби. Ну, вот про Иисуса Христа говорят, как бы вот мальчика спрашивали. Ну, такой, кажется, уже затрепанный вопрос. И все-таки вот каждому человеку, как нов опять. Иисус Христос в вашей жизни проявился через Писание, через доброту ваших близких. Или вот в интернете вы услышали что-то. Как это у нас произошло? Нет, это через близких. И вот такое первое касание, оно вот случилось. Оно именно здесь. Я еще даже о Вере не задумывался. Приехал потеряю и попал на молитву. Но я, поскольку я моченый, как бы крест ношу, попал на молитву. И я отсюда уже вышел. И я вот это ощутил, вот эту благодать такая. С меня как будто что-то убрали, убралось что-то такое. Ну, это не имело такого системного значения. А потом вот смерть родителей, да, они преобразились. Но преображение Виктора, оно, конечно, тоже на меня и правда действовало. Потому что я видел, кто приходит, там, уезжая там студенты. И, ну, это самая лучшая участь, которая могла быть, что он Бога встретил так рано. И это на меня тоже действовало. Но вот я считал, что я, у меня свой путь идет, свой путь. Вот. А сейчас, я думаю, что, ну, другого пути-то нет, кроме какого принятия. Иначе времени не будет больше. У вас какое общение было с мужем Ольги? Что вас объединяло с ним? Да вдруг и объединял, когда приезжали. И все, ничего больше. А его вот эта глупость ко всему скверному астане как, не шокировала, чтобы пораньше пораньше? Шокировало. Ну, я тоже с ним разговаривал, сестра какая-то. Но он, при мне, он какой-то такой, не агрессировал никогда, там, явных нападок не было. Я только от матери узнавал, в большей степени, о том, что, ну, такое агресское имею. А со мной он старался так вот, как бы так. Шуточками. Шуточками, да. Что все хорошо, и он все контролирует. А жена как? Моя? Да. Не моя же. Моя я знаю как. Емелья Петрович, она не препятствует сейчас. Для меня уже это большое дело. В стране 84,6% раз года первые четыре года. Развал? Развал сегодня не случится. Уборщик на жил. Ты что, халит листами, да? С 91-го года, да, 30-го года. Ну, мы развелись после моего реабилитационного центра, пьянство, как бы, я на нее был с обидами, она на меня. Мы поняли, что жить не можем вместе. А центр православный был или протестантский? Протестантский. Протестантский. Вот так. Священник там никогда не приходил? Никогда. А как называлась община, где там были люди или кто-то люди? Какой придержали, как говорят, конфессии? Пятидесятники, где-то? Духом святым говорили? Нет, у них, ну, они молитвы похожи на наши, но они отличаются, книги другие, отделенные. Пятидесятники. Ну, я не узнал об этом. Ну, там молитвы нет, но нет предпринятия пищи, и очень на нашем языке читают. Читают? Да. У меня еще вопрос. А кто у вас сейчас наставник? Только Ольга и Север. Свои духовные вопросы где вы разрешали? Я к Виктору Николаевичу больше обращаюсь, конечно. Но он меня тоже в той жизни еще знал, как никто меня знал. И с ним тяжелее общаться. Он тот, как это... Ну, да, у меня лучше наставником будет, чтобы не брат был родной, а кто-то был здесь, братья присутствующие. Здесь есть какие-то такие моменты, которые сдерживают, не знаю... Смотрим, для вас не просто Виктор Виктор Николаевич. Кто вас ведет духовно так? Нет такого человека. Ну, все равно же какой-то должен быть образец, с которым вы смотрите, общаетесь, вопросы, ответы, беседы. Нет, уже он полтора года выходит на занятия. А, вот. Да. И он даже несколько раз там слово имел, ну и так ничего попало. Как мне бы произошло что-нибудь там. Не пойму. А вы каким-то талантом обладаете, который выделялся бы из других, и вы хотели бы его развивать? Больше не надо. Да. Ну, на многогране, иначе. От лопаты. От лопаты. От лопаты точно в инструменте. От лопаты есть. От лопаты есть. От лопаты есть. Нет, вы не понимаете. От лопаты есть. И вот Леонид Виктор Акаполь. Первое место с сентрая обратилась. Родители пришли. А потом пишет, ну, пишет, пишет, говорит, значит, что мы молимся все время, упоминаем. А сейчас, брат у меня Константин. Правильно, на фоне? Такое же видео молитвие. И мы сразу стали молиться за него. Он трезвый. Вчера разговаривал с ним. А он помладше, да? Видите, как? Один человек. Один из бедов. А-а-а. С 60-го года. А один, который не пиливали чего, не жалко умер. Такой богатырь был, как вот, быстро-то, я говорю. И препятствий нету, я говорю. Вид, как мы с ним повестку совершили. 120 тысяч километров погибли. И каждый раз помнили вас. И жену мою. Ближе. Даже друзья встретятся, мне это там говорили. Даже не за стол, ни в комнату не заходите. Запомните это. Вы не спасете их, а вас погубит это. Сатана на этом будет ловить вас за смертное счастье. Такое понятие. Бывает, человек обратится к Богу. Ух, у меня жена не такое там. Жена, там, щетвертая, правда, она была. Но она хорошая. Я не буду ли на год обратиться. Провадишься. Провад. И никогда не веришься. А дай мне в дом. Не будет здесь. Ни внови не отвечай. Во время борьбы надо знать тактику. Наступать. Держать оборону и отступать. Вот это то, что есть. Нужно отступать. Ты ни с чего не поможешь, а себя погубишь. Мертвым установили. Высчезли, когда кто-то приходит. Дом не завозили. Никак. Порвано. Я нашел Христа. Я с этим шумом. Все. Друзья. Да ты, ну ладно, не верь. Ремонт, 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 ремонт. Даже близко не запускайте эту мысль. Потому что молиться за вас, я знаю, когда говорят, как было, не легко. Я определяю по настроению молитвы. Вот, допустим, Навальный, можете? Я поминаю его, а молитвы нет. Я не могу сказать. Затихонич, Щелкунов, молитвы идешь, тогда он кривой нет. А они оба метрополиты. Я не могу объяснение этому дать. За вас молитва шла. Дмитрий просил. И молитва шла со скрежетом буквально. Я не знаю. Я ее сгребил. Вырыли его, Господи. Разбейте обковы. У меня по группам разбитые люди, чтобы не забыть. Отдельно YouTube, которые изобретатели любят. Мы каждый день поминаем, кто изобретал. Тим Бернерс, интернет. Мартина Купера, изобретающая мобильный телефон. Мы ежемерные. Это Сонова, главный экономист Михалкова. И говорит, молитва идет. На разных идет. Но бывает, ни под каким нибудь идет молитва. Выпадает и все. А как знать? Да ну никак. Просто ты молись, и ты увидишь. А просит друг большой Виктор. Он восемьдесят стихов моих положил на песнопение. Сейчас он их по-новому поет. Интересно, самые стихи перебивает. Святая Русь. Ну давайте проголосуем. Да, давайте. Пускай брату не говорят. Белая одежда, Оля, чтобы подготовлена была. Так. Вот. Ольга. Да. Вы Александровны? Так точно. А фамилия? Глаз Санглова. Так точно. Вы как живете пока живу? Шестьдесят он? Пятьдесят седьмой. Пятьдесят семь? Пятьдесят семь? Пятьдесят семьой год рождения, а у меня шестьдесят четыре годы. Пятьдесят четыре. Пятьдесят четыре. с ней дружила, но начну с того, что у меня бабушка по отцовской линии, Агафья Авраамовна, она верующая была, 90-х годов, она умерла, ходила на длинных юбках, она не такая была по внешнему виду, в кирзовых собаках ходила и до смерти ходила в рамках, вот, ее осуждали мои родственники, то есть по материнской линии, осуждали, я как помню, маменькая была, игумина ее называли, она жадная, она такая, она рассекая, ну, короче говоря, а мне она нравилась, то есть внутренне мне она нравилась, а как так вот мало говорить, так, значит, я ее как бы не должна не любить, ну, то есть маме показывает, что я ее не люблю тоже, я солиданную с мамой, а внутренне она мне нравилась. Вот, поговаривают, что с этой стороны евреи, все ее сыновья вот с такими гордами нетронутыми, и внуки тоже, род у них продолжается, а по-моему, наискорение у нас уже давно закрыт, почему я так говорю, потому что когда, 7 лет назад я читала, начинала читать библию, 7 лет назад, и вот я помню, вечером я прочитала родословную, эти имена на 14-го колена, мне это что-то не понравилось, ну, зачем эти имена, они не запоминаются, я легла спать, и где-то в 4 утра у меня как будто кипятком облали. Я поднялась, села за стол и дала родословно писать по материнской линии, и вот такая мысль, как это ты не должна знать, это же твой род, ты должна все это знать, и имена это не важно, и по отцовской линии. И я поняла, что Авраам родил того до того, я тогда возмущалась, ну, как-то мужики рожают, показывается это плохо по отцовской линии, я поняла это как-то вот мне доновано, когда я прочитала. И я поняла, что по материнской линии род закрыт, в вопросе почему, ответов не получила я, а от мамы я слышу, что вот по отцовской линии они дураки, такие растяки и розетки, а вот мы, донские казаки, хорошие, а они-то дураки. И я-то верила маме, а когда я родословно написала, думаю, нет, здесь что-то не то. Вот так вот я вот жила, верила, и у меня было желание с детства уединиться и поговорить с Богом. Молитвы я не знала, молитвы сколько у нас не было. Я работала, у меня было года так вот 30-37, я помню отчетливо, как я выходила заранее на работу и не садилась на автобус, а специально в той реке ходила, где я была без мудрой листа, когда мне кто-нибудь услышал, сказали, что я не пробовала. Вот, я разговаривала с Богом, я задавала им вопросы. Вопросы были не открыты, то есть ответов я не получала, но у меня потребность была поговорить, почему так, Господи, почему так, почему это, ну ведь должно же вот так, вот так вот лучше. Семейные вопросы. У нас в семье были непорядки, тяжелые. Ну и вообще и на работе, и везде, и вот эти вопросы у меня копились, ответов у меня. Ну, потом, 7 лет назад я работала проводницей дальнего следования. У меня было поприще огромное. А я тогда уже читала «Святых отцов», у меня была тяга и любовь к святым отцам, я скупала в степи. Кого из них читали? «Бринчанинова 6» выписала, читала, «Доботолюбие» читала, «Серафима Саровского» читала, понравилось. Первая книга «Не святые, святые», это вообще промысел Господень, это вообще. Ну, а златоуста? Златоуста нет. Вот только я познакомилась со златоустом, когда узнала Игнатия Тихна и начала по ролику. Ну и Феофилак-то тоже. Феофилак, любимый мой, читала. Любимая моя книга была, я ее, наверное, с 50 прочитала, Силуан Афонский, Сахаров. Вот не знаю, то ли это правильно, то ли нет, но она у меня прям любимая книга была. И потом, когда меня поразил Серафим Саровский разговор с Матавиловым, для меня это была вообще катастрофа. Я поняла, что здесь вот это такое, что это надо принимать. Я обращалась в храм, мне сказали, это не надо, причащайся здесь в Матавилове, и все такое. Вот. Потом, 6 лет назад, 7 лет назад я уволилась с работы. Уволилась я таким образом. Я уже была пенсионерка, ездила, там греха. Душа моя сопротивлялась против всего этого. И вот однажды я собиралась, сумка стояла, я собиралась на работу, гладила в погоны, в галстуки. И вот так вот стояла, я ни хмалить не знала, ни причащалась, ни в храм ходила, только ты мечтала. Применить их в себе не могла. И относилась, конечно же, нежели сейчас, и так эта разница большая. И вот глажу, и вдруг я вот такой, господи, как же мне надоело, вот этим за финансами, спаивать пассажиров, зарабатывать деньги, отдавать ревизору эти деньги. Я не купила ни гаража, ни машины. Почему это такое делается? Как это все не сменить? Я не понимала, что мне было просто уволиться все. А работать по-другому там нельзя, потому что там коррупция, будь горов. Ну и, короче, вот так вот я сказала, а потом вдруг иду, господи, как ты сделай так, чтобы меня уволили? Потому что сама я не могу идти. Но я не знала, что Господь слышит меня, и это молитва была. Я не знала, я тот, кто думал, что это мне эмоции, чувствовал эту опцию. Я поехала на работу, и приехала уже уволенная. Я поняла, что это Господь меня услышал. Я это поняла. Писала Богу, что поняла. Я поняла. Ой, думаю, все, значит Господь и меня слышит. Значит, оно так. Конечно, этот позор был тяжелый. Я это все перетерпела. Но я знала, но я знала, что Господь Бог меня услышал. Затем, я когда уволилась, я жила, я на колесах, я не знала, как жить. Без колес не знала, как жить. Думала, наверное, мне сам уж надо быть. Я для себя не могу жить, мне надо для кого-то жить. Я жила для пассажиров. То есть тогда уже в вагоне 50-х... Сейчас скажу. Плацкартный вагон был всегда. Я любила, когда люди у меня на глазах. И я исповедовала Бога. Вот, привет Богу говорю. Книга начиталась, а там ситуации разные были. И ей давай рассказывать. Меня любили, пассажировали. У нас, вот, у Игнатия Тихоновича был лагерь, а у меня в вагоне был устав уже. Я не знала, как это было. То есть у нас был режим. Режим. То есть у нас сходы час был. Я ребятишки, у них всех нас было, даже с десятилетиями дедушек и бабушек. Вот, вы должны подчиняться моим уставам, нашим уставам. Мы должны спасаться от жары. Мы должны душ принимать. У нас дети босиком ходили. У нас чистота была идеальная. Вот мне там так нравилось. Единственное, что не нравилось, что надо было деньги. Ну, зарплату не будешь с собой этим отдавать. Приходилось добывать. И однажды я своей напарнице предложила, слушай, Люся, а давай не будем это делать. Может быть, Господь нам поможет? И он помог. Я вот это очень ощутила. То есть, вот один только пример расскажу. То есть деньги нужны отдать. На больших станциях заходит 3-4 ревизора. Им надо дать по тысяче. По тысяче. Вот. Все порядок у нас. Никаких нарушений. Деньги надо дать. И все с каждого вагона. Рабочая приезжая у нас. Я не могу вопреки их работать. И вот заходит однажды ко мне молодой человек с соседнего вагона. Я документы оформляю. У проводника вообще 4 глаза и 4 руки. Он ислышит вагон. И всех, чем дышит. И все такое. Вот заходит вот этот пальцы дуба шифера. А у меня решетка яиц на банку стоит. Я говорю так. Назад. Короче, уже ночь. Назад. Куда пошел? Ну, допрашиваю. Сама пишут, потому что ревизору должны проверкать. А он, о, яйца. А ты жарь мне яйцо. Я говорю, ага, сейчас все брошу. Бросил и все. И побежал тебе жарить все. Он берет вот так вот деньги. 500 рублей, может. Я говорю, с удовольствием. Какое твое место? Он говорит, такое-то. Я пошла мне яйцо. А там сколько-то я не сажарила. Я еще делала фарточек. Я его накормила. Вот я говорю, Люся, видишь, Бог послал уже песок у меня есть. Ну, как бы я ее стимулировала, чтобы мы вот этими занимались. Потому что без этого тоже можно. Я это чувствовала. Только я не знала, как объяснить это. Ну и дальше, что было? Дальше я уволилась. Подумала, что мне замуж надо выйти. Сатана подсуетился. И мне сразу раз, мужичка. Все, Оля замуж вышла. То есть, как вышла? Блуд. Да, весь мужик очень хороший. Прям очень хороший. Настоящий мужик. Не подкаблучник. Машина хорошая. Двухомнатная квартира. Прокопец. Лежу у него иконы. Он перед обедом молится. Мне так это понравилось. И я говорю, с Богом, поедем на исповедь. У меня первая исповедь была. Вот таинство исповеди я на собственной шкуре. Но я тогда не могла объяснить это. А сейчас я понимаю, что за мной происходит. А тогда просто вот я не могла, я не могу, я курочка. Вот, то есть, с театра надо пойти. Он согласился. Мы поехали на исповедь. И батюшка на коленях вы исповедовались. Я готовилась. Там я отчитки делаю, но у Кузнецких, отец Василий. Вот. И я потом, помню, приползла, когда, вот, мой сожитель. И я говорю, вот, с этим я живу в глуду. Прям вот он сказал. А он говорит, это нельзя. И рассказал мне посолу Божьей, что вот. И все, я уже приехала. То есть, слезы у меня, правда, у меня стыд появился такой, что я не стала куда одеваться. Я говорю, вам надо понять, что со мной. Я говорю, Лоб, либо мы идем расписываемся, либо я ухожу на тебя все. Я говорю, у меня все устраиваю. Надо хороших жить, ну, все. Ну, он схватился за шпаниру, за квартиру. Я говорю, ты не понимаешь, мне это ничего не надо, я подпишу. Ну, короче говоря, я ушла. И больше дикое, подпишу. Сейчас, ваше состояние какое по здоровью? По здоровью? Хорошее. Хорошая, слава Богу. По делам приеду. Благодарю Бога. Вы знаете, все говорил, и все это встали. Да, я так и сказала. Она испугалась, говорю, доченька, мы все смертны. На колыбечность. Все. Вопрос закрыт. У вас кто из присутствующих? Я так думаю, Вячеслав и вы. И Игорь Владимирович, я немножко знаю, мы с ним когда-то разговаривали. А, по телефону, это мы с вами разговаривали. Мы с вами сделали. Да, вот, ты, Андрей Ильич, тоже мы разговаривали по телефону. Ну, вот так. Так у вас корни еврейские, да? С отцовской линии. Да, какая у вас? С отцовской линии. Хоть материнской, хоть с отцовской. Это очень чувствуется. Очень. А вот откуда я? О, синники кемеровского. А, кемеровского. Которые синники, а где? Вы расскажите, что для вас сейчас самое другое. Более. Не нравится людей. В апреле мне поставили диагноз онкологию. Вот, проанкерировали меня. Вот, здесь я понимаю все, принимаю. И, короче, я испугалась, что я могу не верить и не крещеная. То есть у меня мама живая, я в 89-й год. Здесь я разговариваю, я могу, как меня крестили. Она сказала, что мы платили деньги. Не было там какой-то корынцы, вот так помочили и все. И я испугалась, просто я отказалась от химии. Мне два раза не знаю, что будет, не знаю. И приехала сюда, чтобы покреститься, приоритет с отцовом небесном, остальное. Так. Вы в чем-то не соглашались с тобой, когда я вам говорила? Вот этого у меня никогда не было. Никогда. Я, как только вас услышала по рекомендации дьяконов всей Руси. Кураев? Кураев. А, это когда он говорил? Да, он сказал, я вот увидела... Самый миссионер, да? Да, да. Он сказал, что вот Игнати... А я же книгу его читала. Я его не знала, Игнатий Тихонович. А мне попалась книга «Кристиному православию». Я ее когда прочитала, я на богословских курсах уже второй год училась. И, короче, говорю, я прочитала, она меня потрясла. Я с этой книгой пришла. И папа, говорю, вот смотрите, книга-то какая интересная. Здесь же все правда. Я вот теперь понимаю, что... Он говорит, это Лавкин. Я говорю, не знаю. Я посмотрела, да, Лавкин. А кто такой? Ну, может быть, он уже и уверен. Я не знаю, кто такой. Ну, книга... А он говорит, ты не читай. Ну, как же... А вы уже прочитали, да? А я-то ее прочитала. Поздно сказала, поздно. Ну, я ее положила, и она у меня пять лет пролежала. И все. А потом-то я вот, когда сказала, Лавкин, ты живой? Это все. А он у меня телефон где-то дарил. Я в нем ничего не соображаю. Как-то я натыкала, и вот, давай, смотри, и говорю, все. Все вопросы, которые мне задавала Якова, они все открылись. Игнатий Тихоновича. Так, врачи предписывают разные варианты. И самый такой, скоротечный вариант, сколько вам отпущено? Я не знаю. Вы нам очень не говорили. Они не говорят. Они мне не сказали, вы сказали что-то нехорошее. Они не говорят. То есть, пожалели вас? Не говорят. Маме тоже никто не все. А вот если вы полностью, вдруг, если вы идите... Надо, чтобы кто-то ее забывали. Жизнь ваша изменится еще раз. Только Богу. Так, все понятно. Можно я просто спрошу? Скажите, а у вас есть любимая книга Библии? Любимая книга в Библии, книга царств. Вот на примере Мельхиолы, я отчетливо первый раз только читала, я сразу поняла. Мельхиолы. Мельхиолы, да. Это жена Давида. Да. Вот. Она имела причины обижаться, но она прожила вот в этой тюрьме обиду. Вот это я так поняла. Давида влюбилась. В общем, я это поняла и применять начала уже в себе. Вот. Господь, как-то я такая обидчивая. Мама меня всегда, ну вот так вот, нехорошо. Тяжело было. Мне до сих пор. Хотя сейчас уже Господь Бог ее, она мне руки садит и говорит, она мне первый раз за 64 года люблю, сказала. Главный побудитель, который батюшку троится преподать вам крещение, это болезнь ваша, опасная, смертельная. И кто-то ради этого может появиться. Голосовать. Что ж. Да, может нам говорить. Ну, конечно. Ну, черт, черт. Так, теперь у нас Наталья. Наталья. Степанова. Наталья. Да, там с землячком. Ой, можно рассказать. Виктор. Самое главное ваше отношение к Богу, к своей жизни? Человек – это сосуд, который без Бога, в общем-то, ценности не имеет. Вот это самое главное. Бог – это самое главное в сердце жизни человека, которое придает ему смысл и спасение. Ну, это если кратко, как Вы попросили. Вы коротко направляющие такие, чтобы главное выяснить то, что оно не осталось. Сторот пять. Так, Ваше отношение к благовестию, какое? Благовестие, ну, обязательно, так как Господь всем сказал, что идите и расскажите, и научите. Вот. Ну, каждый в миру свой талантов. Поэтому кто-то, может быть, в семье, кто-то в личной беседе, кто-то вот делами, а кто-то уже на, так сказать, ну, на большой публику, как говорится. Некоторые священники не благовестины, говорят, у меня нет этого таланта. Как к этому относиться? Ну, это неправильно. Почему? Потому что через благовестие другие люди могут услышать о Боге, а вера – о слышании. И ты, вон, веди. Что умеет. Вот, Оля, иди. Вера, слышали? Так, видите, вы уже были. Все были в батюшке, видите? Были? Вы были там, оба были. Сегодня. Сегодня? Сегодня, сейчас. Сейчас, сейчас. Вчера были в батюшке. Они вчера были. Вчера были в батюшке. Я не знаю, которые вчера были, сегодня не были? Нет, нет. Вот поплавать. Спасибо. Ну, это сегодня что-то иное было. Вот, Маргалет, это сходите? Сюда. Потом сюда. Почему вы решили сюда приехать и принять хрещение? Я приехала для того, чтобы умилеть и родиться, поскольку встреча с Богом моя произошла, ну вот, в основном возрасте уже, хотя хрещена была в детстве облик, так сказать. И какие-то основы бабушка дала, но это было скорее связано с внешними какими-то атрибутами. А вот самого Евангелия, о Боге, я, в общем, не узнала. Узнала только от баптистов. И была хрещена там в 2008 году. Ходила туда, ну, там, лет 5-6, не помню сейчас точно. Потом на богословские православные курсы два года вот посещала. Почему? Потому что сама прошла. Потому что, ну, у меня было какое-то противостояние в православной церкви, возмущение там против, ну, мощи и прочее. Ну, все. Самое главное, это все-таки Евангелие. Это сам Господь, Бог. Вот. Ну, а к святым и прочим, вот к иконам у меня было такое. Ну, там более или менее спокойно. Самое главное было к мощам, я не понимала. И сейчас, в общем-то, ну, не осуждаю, но мне это не нужно. Вот. Миссия потеряла. Почему я пришла, да? К окрещению приехала. Вот. И, значит, однажды я у себя нашла приглашение на православные богословские курсы. Кто-то положил приглашение в подъезде. И с удовольствием пошла, потому что понимала, что в душе такого вот негатива быть не должно. Это неправильно. Как-то от моей бабушки, дедушки, они все были православной верующей. А я не знаю даже, получается, свою веру. Не удосудовалась как бы научиться чему-то. И у меня идет какое-то обсуждение. То есть, а надоело просто отрицать, потому что этого не может быть. Я захотелось узнать, почему. Другую сторону всегда нужно узнать, как можно адекватно оценивать ходы. И после... Хотя Бога я в свою жизнь пригласила. Еще вот моя к нему просьба и мой крик был еще, когда я крестилась у баптистов. Но получается, дело не завершено до конца так, как положено. Потому что должно быть, что апостольская преемственность должна быть истинная церковь. И вот так вот долго получается мое это... Ну, то есть, я хотела бы, вот как Игнатий Тихонович, я, наверное, сказал, что рождение как простого дитя, если оно затянуто, может привести к страшным последствиям. Так, надеюсь, что и мое вот окончательное рождение свыше, оно произойдет, надеюсь, параллельно с крещением. Как бы вот так положено, все и завершится. Надо исполнить, как он хочет. Меня привел муж, и приехал из-за человека. А муж как относится к вам к тому, что вы приехали? Спасибо ему на этом огромное, что он откликнулся на мою просьбу. Спасибо, Бог. Спасибо. Спасибо, Бог. Спасибо, Бог. Благодарю и Любовь, и слава Богу. За стол садистикой, просто стоять. Совсем вероще. Ну, в обычном понимании, как он говорит, я веру в душе. В веру, в обычном понимании. Церковь не ходит в Евангелие, не читает, не молится. Ну, может быть, что-то внутри у него происходит. Нет, это обычное, читает, ходит в храм, ну, как они все довольны, мочили, мочили, купили, купили свечки с чистой, с чистой, в разице нет. Он под это не подходит. Не подходит. Он совершенно не верует. Он за стол садистикой, не в бане перекусит. Он не отрицает, но сам присматривается. Сатана ничего не отрицает. И верует. Пописано, бесы веруют эти вещи. То есть, делать и правильные отношения. Муж. Да, мы встречаем, он в другом лагере находится. Не верующий в Богу. Он не просто не верующий, он враг. Враг, любящий мир, говорит, что вража пути Бога. Яков 4.4. Не просто, я бы не верю, мне это нравится, мне это там. Ну, мне это нравится, чтобы он был нормальный человек. Вот это и есть вража пути Бога. А его это, послание Яков 4.4. Надо бы как-то верить. Я же не против Бога. Бог тебя уже считает врагом и идет на землю. А я просто не верю, я никуда, ни сюда, я никого не трогаю. Ты уже избрал путь. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечно. А не верующий, просто живет. Не умеет жизнь. Но гнев Божий пребывает на нему. Гнев, он под гневом Божьим находится, ваш муж. Вы должны изменить отношение к нему и через его к себе. Измирание Божие – это акт, когда мы как ищем Богу, Ангелу. И на небесах радость об одной вере не обцелу. Он будет не просто не верующий, а так хороший. Хороший рад за него. Вот вам нужно сделать различные, где есть магий свет, решительный, определенный. Без веры в Бога ищем его веру. Так он хороший, но не определенный. С вами дочь? Дочь. А где она? Дочь. Она не готова решить. Не готова. Это от вас зависит. Потому что это лежи у вас нет. Он все решило. Так, а муж привез. А как дочка не верующая, вчера она в воде в друг, который не верил, пошла. Это нервность. Так написано. Так в законе 225. Вы готовы решить его встать на сторону Христа. И спросите, нет. Мы там не были, парень, сейчас мы позволосуем. Батюшку будете решать. Если вы будете прикрещены, ваши предыдущие, что вы на себя, когда вы сегодня будете смотреть на Евгений Возглав. Я могу об этом ловить, и мы не обрадуем. Когда у меня дни, дозволи стопроцентные, открыты перспективы, а душа пустота. Меня ни один человек на земле не мог убедить, что я буду спасен. Никогда. Я не делаю, что я не убью. За 82 года, я не знаю, мать не сказал, но я знаю, грубую поводу говорить. Мама вложила это. За времени, пока выкупала Евангелие и жизненное. Изменилась вся. Весь корабль, кораблей на море на знание. Лапки не сошел с ума. На тебя даже не будет взглянуть как-то сумасшедшего. Что ты говоришь? Тебе тогда все будет открыто. Каждый день слово Божие, молитвы. Ты ни на мужа, ни на что не будешь смотреть. Избери себе уголок, начинаем листик как камеры. А вот эта прохлада. Меня все любят, все хорошо. А они тебя считают своей. Вот это самая страшная беда, когда рождения нет. Он о нем только слышал. И они относятся как к своему человеку. А они должны вас убедить врага. Их устоят. Вот так. Первые христиане ничего плохо не делали. Их львам бросали. Советская власть под корнем и сжигала все. Вот мы видим, как церковь называет своей Анфимой Николи. 20 тысяч человек, которые обходили. Все успели забежать. И всех сожгли. И я не вышел. А всего-ни-ночего стоит жертвенник на улице. Мясо, кусок, бросье и не домой. Я один. Еще 12 тысяч. 32 тысячи будет ровно сожженное. Настройте себя на эту лагу. Мир и мы несовместимы. И мы же не муж мирской. Я могу только молиться. Говорить. Никак не одобрять. А он говорит, будете говорить, не будет. Он это заметит. Решительно. Все посты сомневались. Молитвы, чтобы были. Ночью вставайте на молитву. Я дочери плащу. Я себе рядом. Изберите этот путь. Всем умом. Не просто маленький я коснулся поведом. Какой-то еврейский мужчина проповедовал. У нас была одна такая. Как крещение походе. Кто к их присутствует? Ну, хороший человек. Ну, как вы, собственно, я. Владимир Васильевич. Такой? Нет. И она сегодня, как прикословно Божий читать, она сразу. И еще нельзя это делать. Она сразу голову пускает и уснулась. Дух засыпления. Притом, она также дома. Она спит. Есть люди хорошие, у нас общие, не очень. Как только слово Божие читать, по поводу, все урок. И чтобы все собрали, занятие прошло, умы с луном, ни разу еще не было. Это особый демон представленный. Вы должны это убедить глазами Писания. Я говорю, что Священное Писание говорит. Я избрал вас из мира и гадрих Господь. Гнали меня, буду нагнать и вас. А как? Где ведущая? Иконка есть. Да там, за хуже. В буфете я поставил. А крест. Я на ямочке у Майки пришил, там не видно. Хороший переполнил ад. Это фильм «Избежавший я бы показывает». Мы иные. Если у вас ничего не изменилось, когда начали, родные, близкие, на работе, все так же, ничего еще и не было. Это вы просто нашли более теплую сторону. Проголосуем. Да, знаете, вопросы надо задать только какие-то. А Батя, вот это вы берете. А Духовный. Наш совещание, но это рекомендательный характер. А Духовный отец. Вы понимаете. Так, кто за то, чтобы... Духовный отец, наставник, который ведет и помогает подрастать. А кто у вас? Батя, что за то, что за то, что вы? Я, по-моему, в интернет-сообществе, коммерческие ролики, и Игнатия Тихоновича, и братья из общины. Четыре. Ну, тут у вас снова прислушиваться. Так, я предлагаю замерить, послушаться. Прислушиваться, это одно. Повторяю, Басечка, принимаешь решение независимо от нашего голосования. Тут еще, да, написано, просто прислушиваться. Чтобы подчиняться. Еще, духовному отцу. Наталья Викторовна Степановна. Да. Была допущена докрещение. Кто голосует? Поголосуйте. Так, раз, два. Два. Мы, Батюшки, это отдаем. Дальше будет спрашивать. Хорошо, там она растут. Иди, он туда зайдет. Можно, да, Батюшка. Не заходи. Вот, Батюшка. Батюшки, заходи. Так, она вчера только приехала. Подожди. Я была вчера. Я была вчера. Я была вчера. Я была вчера. Я была. Кто-нибудь у меня на собеседовании снимает? Все были? Все были. Все уже, да. Я была. Я была. Маргарита прошла. Которая вчера была. Сегодня не надо заходить. Да? Да. Так, рассказывай, секунду. Твои отношения. Спасительники, нахожусь. Что? Ну, я уже была в традиционно-полославной церкви последние пять лет. Шесть лет? Ну, пять лет я уже оставила земерское. Вот. И там меня уже научили спасительной жертвой Христа. В Бога я верю с детства. В Него я верю с рождения. Церковь у нас построили в 92-м году. Меня бабушка крестила. Она до этого была неверующая. Город Белокуриха. Курортный городок. Там не было никакой людей. Молодой город. Ничего. И просто построили церковь. И бабушка как-то уверовала. И привела меня креститься. Вот. Меня крестили зимой. Поэтому там точно погружения не было. Может быть сейчас, что летом, кого крестят. Там источник рядом. Воду набирает, течет. Но тогда точно не было. Я этого не помню. Если честно, я даже не помню, что меня даже так макали. Не помню. Я помню, что мира помазывали. Такое таинство совершали. Круги. Потому что людей было много. Очень много людей. Четверо не два круга так стояли. Вот. После открытия церкви. Ну и вот в Барнаульской церкви я вот была эти шесть лет. Как я сказала. И пять лет я уже научалась Слову Божию. И про Христа я узнала только вот пять лет. А как вы научались Слову Божию? А у нас был кружок молодежный, но не совсем молодежный по возрасту. Ну это не важно. Вот. И у нас был руководитель молодежного кружка. И он вот учил. Ну что где-то это все подлилось два года. Потом... Иван, где читали. Читали Евангелие. С разбором, да. С разбором по святых? Угу. Кто из святых? Иван Златоуст и другие святые отцы. Когда там у них возник небольшой конфликт, молодежное сообщество распалось... Слово? Нет, свет. Иван Погослово. Вот. И там отец Игорь был. И вести Евангелие было некому. И мне пришлось вести Евангелие. Но братья постоянно... Братья были... Не хотели? Слабенькие были. Ну и заставляли все равно вести Евангелие. Но я заставляла. Вот. Ну и самая гора. Слово. И мне кажется, знаете, вот если честно сказать мне... А, вот. И потом последние два года еще был коронавирус. И в общем, все-то я мирское оставила пять лет назад. Но вот у меня денежные вопросы решались. Долги тоже. Вот. А это грех иметь долги. Как будто я непосредственно живу. Я вот так для себя оценила. И я хотела сказать, что у меня начались какие-то новые духовные поиски последние два года. И в этот пост уже весной, вот я Вячеславу говорила, у меня такие внутренние изменения произошли, что со старыми знакомыми уже нет общения, нет каких-то мировоззрения, которое было раньше. Какое-то, прям в голове изменилось очень много. Ну, например, ну вообще много изменилось. Я не знаю, как это сейчас объяснить, что конкретно можно сказать. Ближе ко Христу сказать. Вам с ними интересно? С кем? Ну, с прошлыми. Я не общаюсь с ними. Я пять лет оставила какую-то греховную такую, знаете, жизнь. Ну, вот те грехи, в которых нельзя входить в церковь, у меня их нет уже пять лет. Ну, крупные, которые я нынешнюю. Вот. А последние два года у меня какие-то еще внутренние изменения произошли. И совершенно разрыв произошел со всеми знакомыми. У меня прекрасно в семье. Я не буду с родителями, хорошее отношение с сестрой, с сыном. Вот. Но я одна. И они говорят, что у нас верующая одна. Ну, так иногда. Если не подачу. Говорит, они говорят, вот у нас есть дочь, она только верующая. Николай Николаевич. Николай Николаевич. Часто употребляете, если честно. Говорить нужно всегда только честно. Ложь. Сами знаете, что от сатаны, поэтому искорините это выражение своего лексикона. Я запасываю. Да, почему так? И слово спасибо, пожалуйста, выпустят уже. Нету никакого спасибо. Это ложь сатанинская. Есть слово спасибо Богу. Ну, не спаси Господь. А лучше спаси Христос. Спасибо Христос. Конечно. А если как-то хотите поблагодарить, вы говорите, благодарю. Имеется в виду, да спасет тебя Христос, за твои богодеяния. Не надо спасибо говорить, а то еще баптисты молятся. Спасибо тебе Бог. А когда вы подошли к тому, чтобы принять крещение? Ну, я считала себя уже верующей, ой, уже крещеной, так как мне сказали, да. И я, соответственно, участвовала во всех таинствах активно. А по слову Луки Христос, да, что я, оказывается, и погруженная, ну, троекратно. И такое вот совершается, как сказать, ну, неправильно. То есть вы прочитали святое? Нет, мне сказали, вообще нет. А-а. Знаете, какие-то мы еще... Так, а сами-то прочитали Игнотипы, что можно много наговорить нам? Нет. К истинному крещению книгу читали? К книгу, да. Вы же проверяете то, что Игнотипы читали? К истинному православию проверяете. Правильно? Я еще, вы же видите, что я с вами не так давно, и книгу-то я еще только начала читать, и проверять тоже начала давно. И не то, что даже проверять, я хочу изучить и воспринять Библию на таком же уровне, как Игнотип Тихонович. То есть все, полностью каждое слово. Илья, мы почему-то проверяем. Да, потому что мне это интересно. У меня таланты, которыми я хочу послужить Господу. Мне нравится изучать, анализировать, и вот читать, и записывать. А на сколько раз вы мне прочитали православную 77 книг в 1500 страницах? Я ее не прочитала, у нас столько много. Я поэтому и говорю, что вам анализировать много надо. Ну, а знаете, где-то заканчивается какая-то книга из Евангелия и Иоанна же, да, заканчивается, что много еще можно написать, но человек бы этого достаточно. Веру не вместили. Да, этого достаточно. То, что есть, это дает жизни, если Господь даст много лет жизни. Я на 22 раза прочитал Библию. Я вот анализировал, вспомнил, 18 раз и только православную прочитал. А до этого-то я читал 66 книги, 4 назад. А сколько раз уже, или больше просто читаешь, или слушаешь, сколько прослушал, это неимоверное количество раз. И все равно это не достигнет от Тихоновича. Но вот именно я и говорю, воспринять, что надо уже каждое слово разобрать и размышлять над этим. Ведь вера в Иисуса Христа не на уровне того, как Игнатий Тихоновичей достигнуть все, как Игнатий Тихонович, и жить, как Игнатий Тихонович. И Игнатий Тихонович-то, он ученик Христа, он идет за Христом Игнатием Тихоновичем. Надо не за Игнатием Тихоновичем-то идти, а за Христом и говорить о Христе. Я уверен, когда услышала слова, я осознала душа моя, и я обратилась, душа обратилась. И вот так далее, и хотелось бы, чтобы вы сады были. То есть, вы говорите про Игнатия Тихоновича, и достигнуете, что-то, по-моему, зачем это? Я не равняюсь на Игнатия Тихоновича, я сравниваю. Не равняйтесь, Игнатия Тихоновича, помоги Господи, сравнивайте. Потому что у меня тоже какие же есть потребности, чтобы узнавать слово Божьего. Мы чем занимаемся? Надо не сравнивать, а искать смысл слов. В Золотоусте очень хорошо. Я сама, себе. Вы сколько прочитали Ветхого Завета, Тамара? Ветхого меньше, чем Нового Завета. Вы еще Новый Завета прочитали? Нет, Ветхого меньше прочитала, чем Нового. Новый-то весь прочитали или нет? Да. Ну, хорошо. А Ветхого, там, да? Ветхого, там, да? Ветхого, там, да? Ну, Ветхого, там, не все, что-то читала, скорее, выборы. А вот так, вот так, вначале смотрит Бог небо и землю, земля живала без Игна, и пустая Игна, и дальше, дальше, дальше. Не читали так? Вначале читала и до конца не дочитала. Сейчас мы в понедельник, занятия идутся по Ветхому Завету, уже в Диму Питер посчитали. Пожалуйста, в четыре часа присоединяйтесь. Да, я помню, у меня есть в Писании, здесь есть. И будем проходить. И тогда нам Господь может откроет хоть что-то рядом с Игнатием Тихоновичем. Игнатием Тихонович, помолитесь, она скажет, что-то о вас возле, вот, хорошо. Ну, видите, кто не сядет, я услышал Игнатием Тихоновичем. Ну, так получилось. Поэтому, простите. Скажите, вы считаете, готовым себя к Крещению? Да. Она до такой степени православная, что Крещение само собой зублеется. Она уже и в кружках была, видишь, если все участвовала, занятия. Она интересна участвует. Если честно, мне кажется, что вот... Опять, если честно, здесь к Крещению. Да. Хорошенько речь и сказать, вот. Да. Если надо здесь к Крещению. Да. Ну и что, ну-ка. Да, надо подумать. Вот я перед приездом сюда, когда дома у меня там была ситуация, ну, вообще-то, ну, не в самом доме, а просто бытовая, я, знаете, поняла, что такая, ну, как-то слукавить. Вот, знаете, привычка лукавить была в этой ситуации. И вот слукавить. И вот с этим нужно, ну, поглубже, да, честно лукавить. Это вот где-то, а у меня, а я об этом даже не думала, месяц назад, да, два месяца назад. А сейчас вот это, это что-то все равно значит. Ну, в общем, я хотела сказать, что мне кажется, что вот у меня какой-то... когда мне сказали, что я троекратно не погружена и соглашенными выходить, я с этим сразу согласилась, потому что у меня какая-то внутренняя, нет какой-то полноты. И вот эти два года поиска, последние, каких-то вот душевных, таких терзаний, мне кажется, что, даже не знаю, ну, как сказать, у меня какой-то нет полноты. У меня какие-то есть... То есть, запечатайте вакуум засветить. Как будто я уже все, хочу Богу жизнь свою посвятить, а как будто какого-то шага не хватает. У меня жизнь, я хочу, чтобы она была кристоцентричной, у меня ничего не связывает с миром, никаких таких вот, не знаю, предрассудков. Ну, в общем, я хочу вот жить в мире. А помните, извините, я не знаю, какие-то лучше. Ну, как так. Мне просто сказали, что эта рефрагна не погружена. Я подумала, что, а, это, наверное, так. Меня священник не вложил в руку и не погружал. Я не умерла. Для той жизни, значит. И у вас пресло, соответственно. Так, у вас в Писании вы просто изучаете для чего? Чтобы его исполнить или чтобы сравнить с чем-то? Чтобы исполнить. Это самое главное. И я еще миссионировала, мы к детям ходили, к детям занимались. А как, если я не знаю, ты садишь, что я ей скажу? Я должна найти помощь. Иногда люди изучают, изучают, почему написано, что знания надмевают, а любовь назидает. Иногда люди изучают для того, чтобы просто знать, а другие изучают, чтобы исполнить. Вот когда ты исполняешь, тогда любовь тебя назидает. А когда ты просто копишь эти знания, то она надмевает знания. Только действия какие-то должны быть, чтобы просто так копить. И тогда человек берет и начинает сравнивать, а вот ты не так, ты с солью. Я не думаю, что я сравниваю. Для исполнения. Для исполнения, чтобы слово дело было. Чтобы я исполнил слово, закон был. Да. Жизненные действия какие-то. Тогда и крещение помогает. Для этого общего существует. Я так понимаю, что желание остаться в общине есть? Да, ну, естественно, решаем. Потому что у нас были люди, которые из Барнобала, которые сказали, мы крестимся, а община нам не нужна. И правда, они не страшились. Крестились здесь, они ни разу не крещили лучше. Хотя обнимались, целовались, рады, и крещение смогли. А потом все, разошлись, как в море кораблей. Чего-то не хватило, а как же общение? Жертвы общения, понятно, да? Да, ходит. Ну, вообще, Тамара, она же ходит на занятия к нам туда. И она выходит, и участвует она. Вопросы задает у нее, есть вопросы, и ответить может. Ну, то есть, видно, что она не первый раз пришла. И видите, у нее нет такого восторга, что она все время в думах, в мыслях. Ну, она преподаватель, она учитель. Поэтому она сама себя учится, да, типа, что-то там поблачевает. Ну, вот, женщины начали выходить сразу слезы. А я сочувственный человек. Если я вижу, кто-то плачет, я тоже хочу плакать. Но я, знаете, вот пока я всех слышала и думала, что плакать сейчас уже. Христос – это уже норма моей жизни. Покаяние, ну, вот, ну, как сказать. Ты уже по накатенной дороге был покаянен. Ну, вот я с батюшкой подаврила, мне уже охота поплакать. Мне уже охота поплакать, все, мне вчера уже так стало как-то плохо, уже поплакала. Ну, вы знаете, да, как бы и во Христе уже радость есть. И покаяние есть, и уже во Христе радость есть. И уже думала, что плакать. Христос – это норма уже моей жизни. Вокруг очень много крещеных. Они тебе вот эту энергию крещения. А сыну сколько лет? Два, чтобы будет. Угу. А он как к этому? Да, 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 да. По порядку. Вы дар слез, блаженны плащащие. Да. Считаете Божьим даром? Или просто так, я надулся и слезы потекли? Конечно. Конечно. А ты можешь рассказать, когда тебя посетил этот дар, имеешь это его, и в чем он выражается, как другим это понять было? Ты можешь сказать то, что говорил, я там, я там, плачевый был, там сосуды даже в небо собирал. С чем он отвечает? Ну, он умеровал, помолился. А там написано, блаженны, вероотворцы, какого-то его. Тут можно на глазах увидеть. И блаженны плащащие, утешатся. То есть утешения нету, он умеровал, а утешения нет. Родные и близкие, все согласны с ним, утешения нету. Утешить это, блаженны плащащие, а не утешатся. Без слез утешения нету. Почему? Это блаженство, которое дает надежду. Блаженны, если я правду, ради. Ибо их есть царство небесное. Ради все, и все, и все, и все, и века, ваши награды, и века. И дома один, спишь, встал, женатый, горе, деться. Все при тебе. Но награды, и века награда, только за одно блаженство. А и деньги. Блаженны ищут духом. Блаженны перечисляются кротки, наследуют древнюю. Блаженны вероятности. Наречены будут сынами Божьими. Тебя можно назвать? Сыном Божьим. Наречется. То есть, пока этого блаженства нет, тебя Сыном Божьим нарекать даже не имеешь права. Вы малейко туда загляните, теперь задавая вопросы. А я сам это пережил или нет? Я в том, что я говорю об этом. Мне вот это открыл Господь в один день, когда я обратился. А данных связи нет. Черт папы будет. У меня стопроцентное здоровье. Я работаю на корабле, на море. Там проверка идет. И выскажу, что-то. Сердце открыто. Знания есть, деньги есть, здоровье есть. Слез нет. В общем, плакать, вот она как и говорит. У меня одна радость. И ни на чем Господь показал мне. И всего ты достиг. Меня пригласили на одно собрание в домашних условиях. Там все были протестанты. Я слушал. А не знаете, я православный такой. Который православный звон в Библии. Я уже держал в руках. Я убежал. Через 30,5 месяца я уже за капельры был проповедован. У них там. И вот в этот момент они сказали, что еще собрались люди. Какому-то брату достали Библию. Где-то события еще измечали Библию. Ну, как хорошо. С канадической только. У меня уже был Иван Илья от Матфея. И от Иоанна, от Марка. И потом подавили новый ЗС Псанты. И он у меня где-то целый. Не найдет уже. Как архив хранится. И один брат говорит. Уже долго. Мы из Иско-брадости. Одну брату готовили. Там другого города. Санкт-Петербурга. А это Латвия. Моряки иногда протаскивали. За рубежа, когда выезжают. И они тут между собой посоветовали. И они за них протаскивали. И один сказал, что у нас молодые братики. Они братики говорят. И давайте Библию подавим. Мне. Я не могу это перерезать. Я кревец. Меня ничем не пробью. Я всю жизнь готовился стать террористом. Апансивка близко. И тренировался, и тренировался. Морозило лучше. Это мое любимое внимание. Вот Господь теперь показывает. Савву ты хороший. А на Павлу ты едешься. И когда сказали Библию мне. Он встал и протянул. Дальше я уже потерял направление. Я Библию взял. Вышел в коридор. Уткнулся в одежды. И весь вечер у меня больше не будет. И я и платал, и платал. И наверно там веру сделать начинку. И вот когда бывает такое посещение. В армии было, у тебя с Агимом. Тогда там шатаник такой был. И я решил туда. А когда с работы не уйдешь. Звони на работе не было. Уголовный розыск дали мне с тобой. То есть советская власть. Она суровая, тарава. Дальше я увидел. Я подошел в регион. Я отдаю тебе инструмент. Я уезжаю. Да как уезжаю? Мне не нужны никакие начальники. Я уезжаю. У меня беда с братом. Он в Москве. А я была на братом. Вестительный. Я сразу на поезд и туда. Пробрался в военскую часть. Пока он на ноги не встал, я там был. И у меня слезы в этот день не переставали. И щеки чугунели, как металл. Стихотворение мне есть. От слез. Надежда Васильевна, она тогда, мы знакомы просто были. Она уехала в 50-е. Я послал ее там. И она зашаталась. И крестик зарыл. И где-то там муралейник был. И по письмам пришло. У меня снова та же история. Я вижу свет. Иду за инструментом, за глазами. Лиса Полоса. Мы в город восстанавливали. Новый. Я там упаду, и меня нет нигде. Я стоял, как мусульманин. Лису поеду. И плакал. Что такое дар? Это даром называют. Это дар, входящий в одну из статей Блаженства. Вот я просто говорю, я может по-другому быть. Но это дар. И очень великий дар. Притом, каждый раз, когда молился, всех Бог вынес на свет. А зрел, больше никто и не молился, я знаю. Он встал на ноги, встал. Я вообще, он опять и священник. На три есть маленькая, не спи. Тебе вот это дар дар. Я все хорошо, бравый Бог. Дар. И считайте Блаженство. Она сказала, что все это читать надо Библию. У меня один такой человек спитался и пораживал. Однажды, с которым я уже не ездил. Слушай, у меня сегодня памятная дата. Я говорю, а какая? Библию вчера закончил, сегодня снова начинаю читать. Вчера закончил, сегодня начинаю снова. Кто? Савчин Камильто Николаевич. И вот его результат. Отец обращается, мать, сестра, а теперь и брат, если наибольщик оказался. Что значит? Вот только одно, помолите за брата, помолите за брата. И теперь, вот я говорю для вас. Тебе имя дано Пальма. Будь ровная такая. Кривых пальм не бывает. Но есть такая сила и энергия поднимаются. И видно, она всегда принимает. Береза может быть кривая, или сведлина. Пальма только принимает. То есть именно Тамара означает. Это и все больше извлечь пример. Я обратился к Богу. Повторяю. Весь караван кораблей узнал, куда Латкин сошел с ума. Почему? Потому что я зашел. Когда на корабль вернулся, я первым подростком сказал, что живем неправильно. Ну в воду теперь. Христос умер за нас. Я такой голос издал, как будто бы 10 человек там были. И дальше пошла вот эта жизнь. Смертельные опасности. Подгонбариваются убийцы. И только когда я уезжаю с корабля, меня отозвал босс, он сказал, в прошлый раз мы заходили в Бакерскую рубку, из которой страдается корабль, когда главная рубка парализуется. И они приходили убить меня. А вот у меня жена капитана Фаронова пришла одежду размешивать и сорвала это все. А за что? А мне отец делал за то, чтобы бабка жаловала. А я при чем здесь? А я сказал, мстить буду мирующим. Ну я говорю, что это же. Тебя этого не будет. У тебя другая жизнь. И может быть, ты должна знать всем блаженство. Просил Бога этот дар. Сколько родственников, сколько правителей. И что делается? Задвигается катастрофа, где ты должна участвовать в этом. Плащешь плащущими. И радуйтесь радующими. Это наше. Вы только на самом начале пути. А вот что-то у вас сейчас случится. Вы не будете искать другой путь? А что случится? Какой-нибудь еще лучше. Какой-нибудь свидетель любого. Старства, местных, земли. Но вы увидели, здесь игры нету. Это не подделка никакая. Мы тут не активисты никакие. Это именно люди этим живут. И вы знаете, вот он весь совет давал по ней. Не вижу, по-моему. Брач, краевой, поделиться. У нас Себастьян работал в прокуратуре, краевой. Как сервис, особо важный государственный выступление. С бородой, не только трогал. Говорю, да там-то минуты не будешь. Работает. Я работал, не знаю. Виктор Брадеванов, сборная метровая. Вы на всем стойте. Так спрашиваете. А одна тебе легче спасать. Одна. У тебя защита, главное, Бог. И я надеюсь, у меня кого-то. Она мне пишет. И запитывал. Я опять ревнуюсь. А что? Да он уехал, долго, пока мой репкий дом. Какие-то доказательства? Нет. Ну, домой-то едет к одному. Ты его с радостью встретила. Мусульманки говорят, об этом будет грубо. Ему так трудно было. Да встреть ты его сласканно, поговори. Он у нас так-то. Он приходит и ущет. Когда я прохожу, и ребятенька у меня вот так надет, она вот еще... У меня все хорошо, можно столовать и любовать. А если она вот так надет, так лучше пока баринка не подходит. Потом мы разберемся. Она тогда... Ты когда приходишь домой, ты видишь, у меня с собой вот так косынка, мне плевать на твою тюбетельку. Ну и какая-то жизнь будет. Ты все должна переносить. Жене учить не позволяй мне властвовать над мужем. Но быть без мужем. И тут при мужчинах не глаголь никогда. Смотри, у нас очень богатое занятие и без молитвы. Я храню все ответы, которые за ночь там бывают. И все копирую, копирую себя. У меня громадный архив. Больше ста тысяч страниц, наверное, только в переговорах. Когда пишут, что святых отцов приводят. У нас очень высокий уровень людей, которые выключат. Это они и мы, и святых отцов, и каноны, и жития, и в мире, что делают. Все касается. И вот они здесь. Вот придерживаются. Вячеславцы нас не будет. Еще не будет. Это я просто слушаю вас и хочу поделиться. Блаженство, пройдите по порядку. Не считай духом. Кроты, смирения, слезы, гонения. А у меня все хорошо. Как хорошо? А дальше вопрос начинается. Мы рекомендуем только батюшке, говорим. Я-то вас мало знаю. Только коснулось в первый раз, когда вы пришли. Сказали, одеться надо вот так. А потом сказали, а дома как? Ой, сразу им, как говорится, отбрели. Да, ну, к храм я приду как положено. А дома быть, я не могу еще. На работе, и все так по-понски. Открытость, это понравилось. Да, на работе не больше. Ну, плоток все равно, никто не запретил. Ни где. А что, по форме, он как есть. Ну, придет время, увидишь. Какой-то был ролик недавно. Одна мусульманка. Ушится на Е-пятерке. И они решили там снять. Она сама на машине едет. И в какой-то отелье заведет. И другие проповедуют. Да, она в университете поселит в форме, в хиджабе. И студенты из других факультетов приходили посмотреть девушку в парке. А она знала это, а молчала. Другие начали кричать Аллах, Альбар и прочие. Преподаватель, который продает. Она говорит, что не просто на пике учится. А она преподавателям показывает, рассказывает, на чем работает. У нее все равно новая программа. Вот на ее смотреть одно удовольствие. Так что и по форме придете. У нас ходила одна девушка в школе. И она добилась того, чтобы не трогали ее. Она по форме, по нашей одетая. Батлотка, по булавке и прочее. Ну там в чате есть. Да. Есть, высылала фотографии. Мы хорошо ответили. Но, конечно, приходите от этого на то, чтобы... Ну, видно, а там борода мешает. Меня на работе любят. Ну твоя борода, ты как бас залебил. Если ты будешь ее трогать. То есть, черт как поставить программу. Без лукавства. Все могут. Всем сердцем. Бог меня сотворил. И показал, как быть. Бог меня сотворил. Я не имею права прикасаться к этому храму. Я его украшаю добрыми делами. А вот он спортсмен сидит. Я занимался. Да, 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 щепот, и все. И так. Телеское упражнение написано мало полезно. Но не написано, что бесполезно. Оно полезно. И он приложил все силы. Запечатлел работой своей. А благочестие, владея делах, святая жизнь на все полезно. Имея обетование, была настоящей и будущей. То есть, как ему нужно следить, как только в столе. И когда был делом зеркалой, в тумане. Внезапно упал. Внезапно машина впервые, еще не осталась. А если, да. А, сейчас. Вот у меня было некое смущение, да, у вас, ну, в общине. А, ну, и как-то, видимо, выработался какой-то, ну, например, нежелание кого-то расстраивать. А если я буду честная с вами, это будет нормально? Ну, в смысле, вот видите, у меня какая-то ложь, наверное, вот, если я буду честна. А если мы будем откровенно честны друг к другу, мы сможем решить все вопросы, которые у нас возникнут? У нас все решается открыто и честно. Но только ты должна понимать, что разговоры стоят ли. Потому что искусство молчать. Да, я и говорю, вот, искусство молчать, это же нормально, можно потом... Ну, то и то и то, и нормально, когда Господь видит тебя. У меня вопросов столько, но я вообще не отвечаю. Или слов, да, или нет. А иной, я говорю, заходи по скайпу, тогда обрисовывали меня один раз. Я не могу это объяснить, почему. Другой говорит, все, я признаю, а разговор мне идет. Другой начинает противоречить. Душа там, как сфериться к нему, и он меняется. У меня нет ответа на эти вопросы. Почему я обратил внимание на сайте Геннадия Паста, когда он был такой? Кем он стал? Господь богословен. Почему это евреи не были? Мы, я ему такие слова сказал, которые все перевернули, он такой гибель, на юбилею, наум Израилевича, родители в Израиле. И мы счастливы были. И он полностью все оставил, стал православным для всех хрященников. И по сегодняшнейшей линии отец, и натец, и натец, но он обратил сотрудник. И мы встретились в Москве, в Переделкино, и там он принял хрящение, полное погружение. Понимаешь, нельзя это объяснить. Это Бог делает. Внезапно озарение, и все остальное погасло. Я больше ничего не вижу. Христа. Одного Христа избираю. Я нашел эту же пчужину, и все продаю. И поэтому, что я думал бы сам, Бог повернул туда, тебя будут догнать, тебя будут к ноге прибирать. Теперь ты пойдешь считать этапы. Благодарю тебе, Господи, бесторожден, и длинный. Ты один, ты подволил нам собраться побольше. Я сразу, кто голосует, приходите, у меня объявление будет. Так. Кто голосует за то, чтобы до нас попросили до крещения? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Валерий, не голосует. Поехали, не голосует. Я поставлю, привет. Так, подождите, сейчас я посмотрю. Так, у нас еще Маргарита. Это кто? Это я. Маргарита. Посадите. Так. Ну а дальше Михаил. А кто Михаил? Михаил Адасен, а мы ехали на площадку. Михаил Адасен? Четыре года. Анна, это Ваша? Да, вот сидит за мной. А это кто? Анастасия, я в Малышеве. Вы маленький, вы последняя здесь, да, вы включаете. Так. Фамилию скажите. Это ведь необычный тем, никуда не отмекайся. Что сейчас, Заяцем, сразу батюшке надоем бумаги, то, что включили минусы свои. Против я не голосовал, просто воздержался. Я правильно помню? Да. Да. Не было этого. Кто-то знает, что должен быть и сказать. У нас открыли даже. Сейчас. Как думаете, обед сделать в час или в два? Обед, все на обед. В час или в два? В два, получается, по времени это уже по времени в два часа. В два, значит, в два, да? Так, вы же, мы с тобой договорились. Подгоняешь газель, мы грузим туда все, уезжаем там, где на холме. Вчера там мы прошли, все скосили, все. Ну, как каждый год. Обедать будем в степи. Где мы обедали, когда кабаны заедали, а теперь там выкосили все, и без свободы, а рядом в армии. И рядом, второй холм, вчера обработали, вот там общая молитва будет. В деревне пригласить всех. Душа, ты зайди по порядку, не скажи. Отцу скажи, брату там, Алексею, Ангелине, скажи, всех. И зайди Любови скажи. В два часа на холм этот, атака лагеря. Кто желает что-то принести, там, ну, привет, привет. Не свинину только. Так, два часа мы туда перевернули. Ну, все, посуду, все везем туда, палатки расстилаем. Такой порядок у нас. А уже в пять часов начинается богослужение. В пять. И когда возвращаемся дома, мы ужинаем, и сразу можно идти на костер. Мы из пятницы на субботу перенесли костер. А рядом там, везде, там, везде, там, везде, снофелье, картошка, печься и прочее. То есть, вот событие, которое у нас сегодня впереди еще. Потому что и событие должно быть. А это пятое. Раз в году у нас вот такая... На пришелый день. Так. Расскажи мне немного о себе. Кто у вас будет? В крещении меня зовут Маргарита, в миру, Ливия. Ливия? Да, в миру. Оно же было как в крещении Маргарита. Да. В пять лет. А прищищаешься с какими? В Маргарита. Ну все. А знаешь, как переводится? Пожалуйста, все же. Именно так. В двадцать лет мне приехала я с Краснодара. Всегда и жива, и родилась там. Вот, и замуж. С тремя малышами, через все пересадки. Вот образец. Еду. Ее спрашивают, что еще не надо. А то только, Господи, пусть покрестится. Все молились за вас, знаете, как просили, что я вмешался. Но в этой неделе мы в таком напряге были за вас. Просили и просили. Тут из вас битва была, кто вас будет принимать. Где встречали, кто мог, чем помогите. Там, это у нас задружность уже такое. Так, ну давайте. В общем, к вере я пришла к Богу уже, наверное, лет семь назад, шесть с половиной. Хотя в детстве у меня бабушка у нас одна в семье. Бабушка была верующая. Водила меня иногда в храм. Ну, я заметила, что у меня в жизни как-то Господь, видимо, вел меня всегда. Потому что я слышала, ну, всегда голос внутри, что так не надо делать, так надо делать. И меня никогда это не подводило. А когда Христов пришла, через скорби, как и все, наверное, вот. Мне стало очень тяжело. Я вышла замуж, родила первую дочь. Ну, и с мужем, конечно, очень сложно все было. И как-то мне Господь послал, когда я училась в музыкальном колледже, и у меня одногруппницы были ведущие. Вот. И я через них тоже потихонечку в храм начала ходить. А потом однажды, я помню, посмотрела, поселительство Ольги называется. Но она не православная. Знаете, вот многие снимают, что там умер, клиническую смерть, вот пережил. И они рассказывают, что там вот за порогу. Вот. И меня это настолько потрясло. У меня такое покаяние проснулось. Я собрала, не помню, сколько баулов, выкидывала на мусорку. Вообще-то барахло, всякие браслетики, косметику. Вот. И начала совсем по-другому одеваться. И как-то вот Господь меня вел. И я чувствую, что вот я на правильном пути. А вокруг мне там, да зачем ты там вилла, ты в падеж там-то. И с мужем уже раздом начался, потому что, и что, и что с тобой. А что ты себя так ведешь. Вот. И у меня такое вот несоответствие было. То есть я вроде, ну, понимаю, что ко Христу иду, что так правильно, что все это не нужно, вот эта вот вся эта мишура, что нужно богослужения посещать, что нужно молиться как можно больше. Вот. А мне как-то и даже верующие люди, и к батюшкам тоже подходило. Они мне, ну, главное, мир в семье, там, ну, уступи. И, ну, там, не соблюдая посты, там, особенно, когда там кормящая пошла где-то у меня, то беременная, то кормящая. Я уже просила, говорю, ну, благословите меня, ну, наставьте мне, что мне пост держать. А мне, не надо тебе. То есть вот мне все время пытались меня как-то вот размягчить, а я чувствую, что неправильно это. Вот. И я когда, ну, я жила сначала не в самом Краснодаре, а в деревне, два с половиной часа язык. Вот. И Господь меня, Он просто чудом меня привел в Краснодар, вот через Катю Можевую я пришла к вам в настоящее сокровище. Я так долго этого ждала, настоящего христианства, вот, где действительно будет вот это спасение, где меня направят, подскажут. И Катя у меня сразу, мне она понравилась тем, что она мне вот так вот, как есть, так и говорила. Не то, что вот в миру там не все выслуживают, ой, да, такая бедная, несчастная, тебе так не повезло. А она мне сразу говорила. И меня это так тронуло, и она тоже на это откликнула, что обычно, когда скажешь правду, большинство, они отворачиваются. Вот. Их колет это все. И Катя тоже, ну, как-то она у меня ко мне раз расположилась. И потом она мне говорит, вот есть там община, есть такой проповедник, все по Слову Божию, все по Писанию. И вот я потихонечку в группу у меня добавили, и начала тоже меня нянти посещать. Вот. Ну, и вот приехала к вам, поняла, что очень важно это, тем более так сейчас все непонятно, что происходит, что будет на следующий год. Искушений, конечно, много, просила мужа, хотелось с ним вместе приехать на машине. Вот он вроде как бы сначала располагался, а потом, когда уже вот подошло время действовать, он, не знаю, то испугался. Он, кстати, не готов, наверное, еще войск. Сказал, если хочешь, езжай. Ну, так вот. Ну, сейчас я уже памятник днем к тому. Так, вопросы? Парисаж, тремя летними, как вспомнишь, малыши, одной, еще двое, ты посидишь с ребятишками, я схожу. А тут, куда не пойдешь, они привязаны. А вы посоветовали бы ей? Унимился бы, устрашился бы, серьезно сказал, приезжай. Ну, мы молились и верили, Господь. Я тоже очень хотела, вот Вячеслава, она начала писать, ну, она мне говорит, а как ты там, пересадки, вокзалы и все это, ну, он тоже испугался, говорит, как ты сможешь одна, вот. А я, ну, чувствую, что я очень хочу. И так вот, тоже, молиться начала, мне на следующий день присылают вот то, что вы ему сказали, что пусть приезжает, что мы поможем. Вот, билеты купил. Так, оставлю. Добой торопитесь? Да нет, не тороплюсь. Поживите здесь. Это детям будет очень полезно и вам. И того, кто с детьми, тоже хорошо покажите. Песня не погодит. Ну, я так понял, что у вас с мужем все в порядке, в плане того, что вы в храм ходите, то, что вы в христианской жизни живете. Сначала я, когда обратилась ко Христу, у него была очень сильно обида на Христа, у него сестра родная погибла, и он выкинул крестик. И у него долго была очень, ну, не знаю, борьба. И, конечно, ему все это не понравилось. Сначала был раздор очень сильный. А потом как-то вот, ну, смирялись, терпели, молились тоже. И вот Катя тоже приложила свою руку, как бы, венерила нас, и настаивала на Слову Божию, что не нужно так. Ну, и он, как бы, сейчас тоже и познакомился с их семьей. Он, как бы, сначала не говорил, вот, там, это церковь, это все ненастоящее. А сейчас, как бы, он увидел, что есть, есть христианство, есть православие, такое, какое должно быть. И он как-то вот, ну, присматривался, начал. Мне первый раз, даже, когда сажал у нас на поле, не сказать Богом. Я так удивилась. Ну, ничего себе. Ну, значит, что-то действует. Вот, значит, что-то есть. Знаете, что-то есть. Христианство, иногда бывает на службу с нами, в поле. А детей там у вас не получилось, да, покрестить, где вы живете? А у нас, ну, как бы, всех вот так вот помоченые мы, и у нас в храме, сказалось, что грех на том, кто покрестил Николай. Так я так понимаю, что у тебя поручительница Катя получилась? Катя, ты пошла на ура, прям все тебя знают. Ты скажи несколько слов-то о Маргарите, о Ливии и Маргарите. А с тобой можно не вставать? Да, конечно, зачем ты встаешь? Смотри, ты, я знаю, примерно, Бог. Девушка почему расположила, значит, мое сердце к себе, потому что было видно, что она действительно ищет Бога, что она не руководствуется ничьим мнением, что ей очень важно, что говорит Священное Писание. И у нее была вот именно этот поиск, и была тоска по духовному общению. То есть она вот готова была вот с каждым вот делиться, что-то спросить, а вот не находила ответа. И это было видно, что вот она одна из всех вот таких поисков. Ну, вот так и с помощью. Посты все соблюдаются. А потом дальше ты дала ей данные интернета, да, все? И сколько, Маргарита, ты выходишь уже на занятия? С апреля, вот перед Пасхой, на Красную Синицу, первый раз, мы посетила вот ваши занятия, молитвы. И вот, казалось бы, да, особенно пятница, такая скорбь перед Пасхой, распятие. У меня, смотри, такая радость. И я ее не могу никак вот, ну, то есть, наоборот, душа скорбей должна везде, ну, распятие, в дадельство. А я тут нашла такое сокровище, вот. Не скорбиться, да? Да. Я так долго искала. Это и есть скорбь. Вопросы постоянно задают там, постоянно. Это хорошо. Так, сестры, мы сейчас в разе проголосуем, и вы идите помогать мне на кухне, все подготавливаете. Ну, и примерно без двадцати. Два подъезжай, к нам разрешать. За это время пока растерят, что там, палатки. Там побудем, и сразу на молитву. Тот край охвати всех, которые есть. Алеша, смотри, скажи всем, отцу, матери, ну, кто там есть, домашней. И этот край надо обойти. Зайдешь к маме, возьми до себя, которая рядом, здесь край маленький, обойти. Серафиму посетите, скажите, пойдет, не пойдет. Она всегда была украшением нашего там. Там рифа будет, она это знает, будет. Два, и там одновременная экскурсия будет на бывший детский лагерь. Теперь он в музей-комплексе за бедных лагерей. Глаза вы увидите свои. И на молитве, где придет. И рядом там, где мы Симаковский пруд возобновили, там, ну, уже было, полилили коробку. Они еще купались. Станут засидели, по-трех пальчику не дать. И сейчас замысел еще поднять время на полметра воды. Работа огромная, просто не оконченная. Кто-то остается брать, и я прошу, кто может, остайтесь, помочь закончить эту работу. Второй мост подмывала, вода подмывала, и вода, банан, бегает, а сейчас неутоптанная из меня. Будды это только что-то посередине. И мы загородили от волн. Все загородили. Это около 80 метров. Там со стороны глянется, сколько труда уважения. Давайте голосовать. Маргарита, не живая, не мертвая сидит. Да. Мы говорим, чтобы они знали, куда проведем, что покажем. Мы покажем труды благословенные от Бога. Вот поэтому после еды мы сразу там пойдем. Подготовьтесь к этому. Главное, это народ, это одна. Остальные деревенские тут кто-то. Тоже возьмите на себя эту счастье. А поместите себе. Это наши, к нам сразу сейчас. Так, тебе просьба. Посмотри, где спускать. Что-то от последней ступеньки, чтобы не так упростить совесть. Но мы решили, что не будем. На причине завтра подготовить. Там палатки поставили. Обязательно посмотрим. Мы сделали их. Все, проведем. Заливать-то стали, когда лестница суток. А там первая ступенька. И там было выше, хотя бы вот только вот заливать-то. Ну и на землю-то дьемку. А теперь судей-то сеть по ветеринке. Удеваться-то не было. Да, да, да. Я сразу вспомнил. Эх, Игорь Владимирович, я не могу. Он бы еще раз нас отчитал. Ну нет, отчитывать бы не стал. Так и в прошлый год делал. Мы так на себя как-то специалисты смотрим. Все, если бы у вас желание искупать, Савельевич, искупайте, сходите. Вот так руки сложите. И за счет не хватает. Вот такие были люди, которые глаза потели. Все ушли с вами. Которые после крещения не ушли. Это вес сидел крепко. Не могли выгнать его. То есть с радостью увидели. Вот. Идешь, молитва сохранилась. Вот Марина как принимает руки, сложила, и она как будто на земле ее нет. И на ладенке кверху, и улыбки не жмелела. Все сохранилось. Ну, вы видели, усадки крестились. Это радость. Седьмого июля, 25 лет было седьмого июля. Воды не бойтесь. Руки скрестите. Батюшка в воде ставите. Филипп и Ерусачевого. И потом вернемся уже после крещения. Это завтра будет служба. После богослужения туда возвращаемся в храм. Вы причащаетесь, и тогда идете домой. И тогда будет обед. Там наш дом. В степи только один. Один раз в году. И на хамке боремся один раз. Ведь у нас такое расписание. Все коснетесь. Так, прошу голосовать. За то, чтобы Маргарита была крещена. Маргарита. Спасибо. По моим имя Марина Маргарита. Морская жемчужина. Все ручки набирают. У тебя не хватает малины, а у Марина не хватает маргариты. И мы уходим, которая наша боль. И нам так вызывает. И хватит, не хватает. Я вам хочу сказать, что это такое. Какое вообще-то приводит. Да, все. Малина, Малина, Малина. Песня. Милосердный Господь, великий и славный. Тот, кто создал нас, создал всю эту вселенную. Ты обратил души многих, Господи. И это славнее, чем создавать мир из ничего. Чтобы одна душа обратилась к Тебе и перешла от греха в жизнь вечную. Господи, это великая и могучая любовь Твоя к нам. Мы, Господи, Тебя за все это благодарим. За все хвалим и почитаем. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Продолжение следует...